Вызов брошен! Шавкат Рахмонов против Иэна Гэри в декабре! Как вам такой расклад? Ассалам алейкум, леди джентльмены, с вами Сула, наш боец, и мы потихонечку начинаем. Сейчас вам расскажу, что за тема, почему Иэн Гэри, почему вызов и всё в этом роде. Но прежде хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наш канал. Ребята, большое вам спасибо! Без вашей поддержки ничего бы не было. Вы можете стать спонсорами нашего проекта. Ссылки на номера наших карт, Жосамбанка и Каспи Голды, сможете найти в описании под этим видео. Также вы можете стать патронами, нашими патронами в системе Патреон. Оформите подписку ежемесячную, это вот Патреон, либо Бусти. Ссылки на эти платформы будут также в описании под этим видео. Итак, давайте же начнёмся. Совсем недавно Иэн Гэри запускает вот такой вот пост. Ну, это вызов на поединок. Сейчас я вам его прочитаю. Непобеждённый против непобеждённого. Шавкат, давай сделаем это в декабре. Ну, понятно, что, да, у Шавката 18-0, у Иэна Гэри 15-0. Непобеждённый против непобеждённого. Декабрь месяц, почему бы и нет? Шавкат ответил на этот вызов. Сейчас я вам его прочитаю. 100% финишей против 53%. Иэн, если этот бой состоится, он не будет близким. Ну, вот такая вот ответочка. Жёсткая и в рамках, я считаю, да. Ну, всё понятно, что у Шавката 100% финишей, то есть все свои поединки, он выигрывал не по очкам, а за счёт технического нокаута. Нокаута либо сабмишина. Понимаете? А у Иэна Гэри такой показатель всего лишь 53%, то есть 47% у него за счёт решения судей. Как и крайняя его схватка с Майкл Веном Пейджем. Если что. Так что он здесь конкретно и намекает Иэну Гэри. Парнишка, если этот поединок состоится, не рассчитывай проиграть за счёт решения судей. И по-любому тебя шатанут, а Гэнсёис. Вот так вот. Не знаю, как оно будет. Есть у меня на этот счёт что сказать. Смотрите. В эти выходные, да, в ночь субботы на воскресенье, уже получается 28 июля, в 03.15 Алматинского времени начинается UFC 304. Главный бой этого вечера как раз таки будет чемпион действующий. Леон Эдвардс против претендента Билан Мухаммада. Понимаете? И не знаю, кто выиграет. Но там небольшой фаворит. Действительно небольшой фаворит там Леон Эдвардс. Вот так вот. Но прикол в чём? Не важно, кто победит. Не важно, каким результатом. Есть ли вероятность, что чемпион сможет быть готов до конца года ещё раз подраться? Вот самый главный вопрос. Это реально или нет? Почему я так говорю? Потому что я и с Саятом Абдрахмановым общался. И много слухов и новостей по этой теме есть. Вы наверняка слышали, видели, читали. О том, что конкретно команда Шавката Рахманова уже настроена на то, что в следующий поединок они будут за чемпионский пояс драться. И если так, то получается до конца этого года, в этом году, то есть Шавкат уже драться больше не будет. Понимаете? Если он ждёт вот именно поединок за чемпионский пояс. Потому что не то, что даже и чемпион не будет готов в этом году ещё раз подраться. Я так думаю, предполагаю. Но если очень сильно, прям очень-очень сильно постараться, возможно, будет готов. Но я сомневаюсь, что ради Шавката он будет стараться. Вот. И есть же ещё и UFC, и планы UFC, где там расписано. В этом месяце те будут драться. В следующем те, в там-то, 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 те и что-то в этом роде. То есть вот так. И если он всё-таки хочет подраться, Шавкат, то вот, пожалуйста, Иен Гэри. Либо Джек Делла Мадалена, который типа сейчас с травмой. Он сделал несколько операций, там, на кость в руке дал. Но я думаю, то, что к декабрю месяц этот парнишка будет готов. Вот так вот. То есть время ещё есть. Вот для этого время ещё есть. Не знаю, как оно будет. Мы вообще, в принципе, об этом турнире. И не только об этом турнире. Я в Казахстанском ММА. Очень часто и много говорим на подкасте Найза Дай. Леди джентльмены. Ссылка на YouTube-канал Найза ТВ вы сможете найти в описании под этим видео. В эти выходные, также, 27 июля, в городе Актау пройдёт турнир Найза FC64. Главный бой этого турнира Нурбек Кабдрахманов, чемпион Найза FC весовой категории до 64 килограммов, извиняюсь, будет биться против претендента Вандерлей Силва. Вандерлей уже здесь три раза подрался как минимум. Один раз проиграл с обиду Жесупову нокауту. Но зато два раза выиграл. И выиграл финишем, сабмишенами. Он засабмитил Руслана Асариева на Лаш Прайде и засабмитил на Найза Жумана Жумабекова. Засабмитил же, да, если ошибся, напишите в комментариях под этим видео. Сула, ты как всегда обшибаешься. То есть серьёзная схватка ожидает. Я туда иншалла полечу, уже билеты взял и там вам про это всё расскажу. Но настоятельно рекомендую смотреть этот подкаст Найза Дай. Прямой эфир всего этого турнира Найза UFC 64. Вы сможете посмотреть на официальном сайте naiza.tv. Оформляйте подписку и потребляйте грамотный и качественный контент. Также вы там сможете купить мерч с хорошей скидкой и участвовать в голосованиях. Ссылка на сайт naiza.tv будет в описании под этим видео. Теперь по тому вопросу, как смотреть турнир UFC 304. Друзья, если хотите его посмотреть, очень сильно вам настоятельно рекомендую быть подписчиком моего инстаграма. Не спрашивайте, почему я так теперь говорю. Вот так вот говорю. Будьте подписчиком моего инстаграма. Там зайдите на мою страничку инстаграма, мой аккаунт, наш боец. Там будет первый же закрепленный пост. Первый же пост это Reels. Зайдите, я там все популярно объясняю. Прям популярно. Отвечай, если ты сразу же не понял с первого раза, еще раз посмотри этот Reels. Позови старших, они тебе объясняют, как надо делать. Но в общем там все очень просто и популярно расписано, как посмотреть UFC 304. Ссылка на мой инстаграм. Вот здесь вот будет. Также оставлю ее в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Также очень настоятельно советую вам быть подписчиком моего телеграм-канала. Наш боец Чуроки. Вся там будет тоже инфа. Как, чё, почём, она уж, нау. Бэ, нас он дал бы лад, если чё, имейте в виду. Ссылка на мой телеграм будет также в описании под этим видео. Вот так вот, леди и джентльмены. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели, были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok